Жители этого дома на улице Фрезерная каждый день боятся оказаться под завалами. Двухэтажную постройку уже не спасают многочисленные заплаты. Но несмотря на то, что дом рушится на глазах, его не признают аварийным. По словам жильцов, ремонт, который они делают исключительно своими силами, уже не помогает. Поэтому на встрече с губернатором они задали вопрос о возможной дате расселения их многоквартирного жилья. Улица Фрезерная, 7А, дом аварийный, то есть в плане идет фундамент полностью почти в земле, крыша подъездная, трещины, обвалятся дома с трещинами. Написали письмо, что сейчас в ближайшие 20-х числах июля, что будет создаваться комиссия. Вот до сих пор, то есть не как бы сейчас уже сентябрь, то есть в ближайшее время, ну хотя бы понять какое это ближайшее время. По словам чиновников, в 33-м регионе статус аварийный получили более 350 домов и больше всего, а именно 90 зданий в Гусь-Хрустальном районе. И чтобы всех расселить, потребуется 4,5 миллиарда рублей. Средства будут выделяться как из федерального, так и из областного бюджетов. Федеральный бюджет пока не предусмотрел финансирование. Услана, наверное, приняла решение, свое софинансирование в бюджете 2018, 2019, 2020 года у нас предусмотрено. Мы ждем решения на уровне правительства. Но даже если оно не будет принято, мы эту программу по поручению губернатора будем дальше продолжать. Что же касается дома 7А по улице Фрезерная, Светлана Юрьевна дала поручение процесс признания жилья аварийным ускорить и незамедлительно отправить по адресу жилинспекцию. Приехать на дом с людьми, встретиться и просто ускорить. Если уже комиссия была, износ там больше 70 процентов и все. Почему это я всегда говорю? Не можем сейчас решить? Объясните людям, когда это будет. Должно быть принято решение о продолжении работы Федерального фонда. Как только это будет принято, вы в первых строках уже этой программы будете. Другой наболевшей темой для гусевщан стали их городские дороги. Народ недоумевает. Деньги на ремонт ведь выделяются. А вот и местные журналисты рассказывают губернатору о том, что проблема эта решается медленно. По одной причине, чиновники вовремя не провели торги с подрядными организациями. Вот у него есть информация, но она может быть и не вся подтверждается, что не вовремя были проведены торги. Но такая информация есть по некоторым территориям, понимаете. Я даже сама на планерке уделяла внимание ускорить, почему задерживают. Потому что когда первый год я пришла, мы же денег-то много выделили. А торги были расторгованы чуть ли не в сентябре. И многие дороги были сделаны некачественно. Вот этого не должно быть. Представители местной власти уверяют, все выделенные средства были освоены. Более того, пришлось добавлять и свои финансы на ремонт дорог. Более того, скажу, что мы выделяли собственные средства. Кроме средств, которые выделяла администрация области, Светлана Юрьевна, мы выделяли собственные средства на ямочный ремонт. И сейчас мы еще выделяем дополнительно, имея такую возможность, изыскав эту возможность, еще 4 миллиона с небольшим. Вот на эти 4 миллиона у нас незакончена незначительная часть ямочного ремонта. Вспомнили и про незаконную свалку рядом с деревней Никулино. В середине августа на этом полигоне площадью более чем в полтысячи квадратных метров случилось возгорание. Бытовые отходы тлели больше недели. И от едкого дыма страдали жители близлежащих населенных пунктов. Сейчас очаг возгорания ликвидирован. На виновников происшествия заведено уже два уголовных дела. По словам Светланы Орловой, таких свалок на территории леса в нашем регионе много. И с этим криминальным бизнесом приходится бороться. Сложился определенный подпольный, где-то полукриминальный бизнес. Как только вы его начинаете трогать, пошли заказные статьи, потому что это же деньги. Но мы в одном сегменте серьезно навели порядок и в этом сегменте тоже наведем. Одним из методов борьбы с незаконными свалками, по словам губернатора, будет строительство завода по глубокой переработке мусора. Карта свалок уже составлена. Осталось найти инвестора и провести общее собрание с населением. Ведь ни одного решения без народного согласия принято не будет, заверила глава региона. Татьяна Данилова, Артем Горчаков, 6 канал.